В доме четыре квартиры и построено много десятилетий назад. Крыша, по заявлению Мастюжан, держится лишь на печеных трубах, ведь покрывающий ее шифер уже потерял былую прочность из-за растатым хром, а деревянные элементы вовсю гниют. Обитателей дома трудно назвать богачами, и проживают они в нем по договору социального найма. Но никаких ремонтных работ здесь не производится, а с местными властями договориться не получается. Ходил в администрацию, в 50-й кабинет детковой Ольги Владимировне. Она, грубо говоря, отфутболила, сказала, что наш проезд первый не включен в реестр капитального ремонта. И меня интересует от них такой вопрос, что за что мы тогда вообще платим деньги? А не внесен в реестр дом был по причине того, что относится к типу так называемых домов блокированной застройки. Но не только ветхость самого здания и его крыши ты вожат жителей дома. Сама улица в дождливую погоду становится труднопроходимой даже для пешеходов. Посмотрите, какая дорога-то. Это же в городе, наверное, такой нет. Одни лужи и ухабы. Это пройти не знаешь как. Вон знакомая, в ясли носит ребенка, не знает, как пройти. Это, наверное, ни одной в городе улицы такой нет. Одни ямы и лужи. И если глобальное улучшение качества проезжей части первого проезда РМЗ в ближайшее время не запланировано, то проблема с ветхой крышей может быть ишена гораздо быстрее. Если все четыре квартиры муниципальные, то собственник, соответственно, городская администрация. У нас есть еще часть жилфонда, которая у нас по договору без возмездного пользования, но большинство в нашей собственности. Значит, если в нашей собственности комиссия выйдет, и в любом случае с каждым из занимателей будет разговор составлен. Лишь после того, как заключивший договор социального найма жители дома обратятся в отдел городского хозяйства администрации Великого Устюга с соответствующим заявлением, будет приниматься решение о составлении сметы на ремонт. В дальнейшем, если зданию потребуется капитальный ремонт, его финансирование будет производиться из муниципального бюджета. Алена Белозерцева, Максим Тятов, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север». Алена Белозерцева, Максим Тятов, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север». Алена Белозерцева, Максим Тятов, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».